здравствуйте дорогие друзья подписчики зрители моих видео это новое видео хочу показать свою новую работу вот те ворота подойдем ближе да какие-то здоровые нереально большие 420 на три почти метра высотой 280 если точно въездные ставится во дворе и это ворота не z-система сейчас скажу почему изначально тоже планировалось сделать эту систему но особенности заезда скажем так продиктовали такое условие что вот этот рычаг который крепился где-то здесь упирался бы так вот вверх мешал бы заезду потому что заезд будет сбоку вот так вот человеку надо с проезда круто завернуть во двор поэтому рычажная система из-за этого отпала это вариант ворота с вертикальными направляющими вот ее видно это швеллер идем вырезан вот такой вот паз по которому происходит вертикальный подъем ворот да и совмещено с уже знакомым верхним рычагом как взять системе ну то есть это известная система тут как бы это не моя разработка просто мое исполнение ухо вверху таки в ролике да сейчас покажу что что тут такое значит изначально ворота планировали сделать мы полностью на весь проем но вот я уже процесс системе знаю очень значительно увеличивает вес и фактически для въездных ворот абсолютно не нужно если у вас просто что идет вот здесь вот забор да скажем высотой всего два метра или метр восемьдесят метр пятьдесят для чего делать воротину трехметровой высоты совершенно не нужно парус который во первых стоит денег во вторых это все нагрузка на конструкцию поэтому самое лучшее решение в данном случае понижаем высоту ворот до уровня заборов которые рядом окружают таким образом мы практически на более 30 процентов где-то на процентов 40 сократили площадь ворот соответственно и вес ворота стены тоже замком на замочек да все как надо ну и вот сейчас продемонстрирую как они поднимаются они еще не установлены противовесы сейчас я вам все это покажу то есть система такая же самая как и Z но одно а третье видите только верхний рычаг и вот эта управляющая полу Z система вышла ну да половина то точно значит смотрите особенности этой конструкции она тоже имеет право на жизнь она тоже хороша и хороша кстати для тяжелых массивных ворот потому что отсутствие нижнего рычага позволяет здесь прилагать не хорошее усилие мощное но одна особенность сделать ее на пружинах можно но есть него значит смотрите как сделано вот здесь вот вставлена шпилька шпилька проходит насквозь через вот эту направляющую паз и входит в воротину ровно по центру то есть это фактически ось вращения вот этой воротины на ней происходит поворот ворот здесь приварена до гайка из-за контрагайна теперь идем на ту сторону Андрей там покажу там вот смонтировали уже цепь будет понятно что и к чему значит вот эта цепь вот она это ролик из капролона который ну центрует положение ворот в швеллере это пластик да это капролон да и то что делают на шаровые опоры рулевые наконечники он материал скользкий смазки даже не требует значит цепь идет вверх вот туда там мы видим две опоры с подшипниками и звездочки на которые установлены вверху ну вот тебя тут отсюда плохо видно разрешу дойти дальше вот так вот спереди там и стоит первом в первой паре корпусов звездочек стоит вал вал идет полностью на всю длину ворот до следующей стороны для чего ворота большие если мы были маленькие ну вот посмотри вот отсюда хорошо видно вот этот вал это синхронизующий ага ничего себе то есть для того чтобы когда мы начнем тянуть допустим цепь что-то не-не-не-не не для этого для того чтобы ворота равномерно поднимались чтобы левая или правая сторона не притормозила потому что если заклинит а их просто перекосит в проеме будет не очень хорошо это сделано короче для того чтобы каждая сторона она не дает одной стороне выезжать быстрее чем вторая то есть она синхронно поднимается левая правая потом дальше цепь идет на второй корпус если бы делал на пружине его бы не нужно было бы мы бы опустили его вниз вот сюда здесь стояла бы пружина но поскольку хозяин решил сделать на противовесах у него был халявный металл скажем так поэтому используем возможности как бы дешевить конструкцию соответственно здесь будет висеть противовес он потом закроется в кожух то есть вес противовеса должен быть равен весу ворот полностью с обшивкой даже чуть в плюсе тогда вы их будете поднимать легонько вверх ну когда уже их соберу полностью тогда покажу сейчас пока так как есть ворота тяжелые значит получается где-то около 100 кг значит соответственно каждый контргруз будет по 50-55 кг какой это размер еще раз у тебя? 4,20 кг высота 2 ворот а подъем их будет осуществляться на высоту 2,80 кг ага ого интересно то есть типа так они 2 метра а поднимаются на 4 вот это кстати да особенность опять же для въездных ворот это очень удобно вообще же то есть я начал говорить что мы их понизили высоту но поднять я их могу на любую высоту хоть на 3 метра на 4 на сколько надо там столько подымет проблем нет вот кстати уже сварены контргрузы просто еще не успели их прицепить как видите из старых рессор вот такой они будут иметь вид взвесим на веса они примерно 52 кг получились если надо будет добавить мы уже когда установим их на цепи сможем отрегулировать по нагрузке установится профластин и после этого уже будет наладка этой конструкции как бы нифига сюда класс классно 10 и чуть не разбили лампочка как раз четко стало вот это самое сделали мы вот тут вот специальный фиксатор ворит потому что они когда под действие противах они самостоятельно идут вверх а сейчас оно зафиксировано Петя тянет вот вошли из зацепления люксово чтобы держать это требует течкою дотянуть а ну возьми течку або так ну хозяин будет делать и потом на моторе это все на приводе причем тут усилия невеликая правда чтобы закрыть вообще ерунда можно шуруповерт поставить и будет закрывать и открыть запросто а ой это вода специально прикреплена чтобы нам заиметировать вагу профнастилу профнастилу ой ривно все класс сильнейший сильнейший чтобы зафиксировались о оце оно ну ну тут можно же ручку одну зробите внизу до речи а ну Петь закрой еще раз я засниму вот там вот ставится привод вот так вот будет закрываться о блин легенько вообще бомба ракета еще раз ширина 4.20 высота подъема 2.80 как всегда всем моим уважаемым заказчикам если у вас возникнет потребность или желание построить ворота именно такой конструкции с вертикальной направляющей и верхним рычагом обращайтесь ко мне как обычно чертежи расчеты стоят 30 долларов подробная инструкция по сборке все предлагается ставьте лайки если вам понравилось мое видео ожидайте следующее анонсирую кстати после нового года появится видео клиентские работы ворота за система будет интересно пока